Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вот такой вот красивый праздничный салат. Основа этого салата курица и грибы. А вообще салат может быть любой, чтобы вот так вот красиво его оформить. Делается это просто, а на праздничном столе смотрится красиво, оригинально. Итак, нам с вами для того, чтобы сделать этот салат понадобится копченая грудка, твердый сыр, грибы у меня вареные, лесные или шампиньоны, лук репчатый, майонез, яйца и грецкие орехи. Этот салат может быть слоеный, и в инфобоксе я вам пропишу, как делаются слои, если вы вдруг не захотите так же его оформлять, так как салат сам получается очень-очень вкусный. Итак, сначала мы с вами нарежем репчатый лук мелкими кусочками, далее режем грибы, это может быть лесные, шампиньоны. Режем все это мелко, далее разогреваем с вами сковороду и на сковороду сначала выкладываем репчатый лук и жарим до прозрачности. Как только лук готов, к нему добавляем наши грибы и жарим все это примерно 10-15 минут. Шампиньонам может понадобиться намного меньше времени, то есть жарьте до готовности ваших грибов. Как только грибы готовы, перекладываем их в отдельную посуду и им необходимо остыть. Пока наши грибы с вами остывают, мы займемся другими ингредиентами. Берем с вами грецкие орехи и вот так вот ножом их режем. Нам нужно порезать не очень мелко, чтобы в салате орех чувствовался хорошо. Далее натираем на средней терке сыр и режем копченую грудку. Сначала вот такие слайсы, потом на мелкие кубики. Также нам понадобятся яйца. Я отделяю белки и желтки. Вы если не будете так оформлять, то отделять так не надо, просто нарезайте их. Итак, отделяем яйца, белки от желтков и далее нарезаем белки также на мелкий кубик. Далее будем собирать салат. Итак, остывшие грибы выкладываем в отдельное блюдо. Далее добавляем копченую грудку, сыр, орехи. Я добавляю белок и заправляем все это майонезом. Как только все заправили, хорошенько все перемешиваем. И можно отправить этот салат немножко постоять в холодильнике для того, чтобы он напитался и вкусы у нас с вами усилились. Так, для оформления салата мне понадобится вот таких два стакана и красивое блюдо. Ставим два стакана, их напротив друг друга, отступая. Это будет у нас круги на восьмерку. И далее выкладываем наш салат вокруг наших бокалов. Середину цифры 8 делаем вот так вот узко. То есть так выкладываем, чтобы у нас с вами получилась цифра 8. И так выкладываем весь салат. Далее сверху я натираю свои желтки, которые я не положила в салат. На мелкой терке я вот так вот их прохожусь по всему салату. Далее убираем наши стаканы. И можно, в принципе, наш салат пока убрать в холодильник. И далее мы с вами его еще красиво украсим. Для украшения я взяла зелень петрушки, укропа. Вот так вот сбоку их выкладываем. Далее можно положить немножко кукурузы. Это у нас будут с вами как будто веточки мимозы. Далее из белка я делала вот такие вот треугольнички. И из них мы будем с вами сейчас делать цветочки. Не знаю, какие это цветочки. Это могут быть как, в принципе, ромашка. Делаем вот такие у них лепесточки. И внутрь добавляем либо желток с майонезом, либо сметану, покрашенные красители. И вот так вот делаем такие вот на салате цветочки. Также можно использовать перья лука. Это будут как бы стебли у цветка. Выкладывать можно любую зелень на салат. И получается он очень красивый. Посмотрите, какой он красивый у нас получился. Оформление достаточно легкое. А получается он по-весеннему очень праздничный. Друзья, всем спасибо, что посмотрели мое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинок. И всем до скорых встреч!